Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня среда, и, как обычно, с вами греческая редакция «Эльпида» и я, ее ведущая, Мария Лазариди. На протяжении последних лет все греки Крыма наблюдали за теми жизненными трудностями, с которыми столкнулись наши соотечественники на исторической родине. В результате последних выборов в Греции к власти пришли новые силы, на грамотное руководство которых надеется большая часть греческого народа. ВВП Греции серьезно сократился после финансового кризиса 2008 года, что привело к росту уровней безработицы и существенно увеличило число греков, живущих в бедности. Лидировавшая в опросах на протяжении последних месяцев партия Сириза заявляла в ходе своей избирательной кампании о планах добиться списания части огромного внешнего долга Греции – 320 миллиардов евро – и смягчения мер жесткой экономии, от которых, как утверждают в партии, пострадали миллионы людей. Обращаясь к своим ликующим сторонникам у стен университета Афин, Алексис Ципров сказал, что греческие избиратели дали Сиризе ясный и мощный мандат. Также лидер пообещал, что его партия восстановит достоинства Греции, отменив некоторые непопулярные решения, а в частности сокращение рабочих мест, зарплат и пенсий. Выбор, который сделал греческий народ, вне всякого сомнения разрывает порочный круг жесткой экономии в нашей стране. Сегодня греческий народ отменил соглашения с кредиторами. Они принесли нам лишь бедность и несчастье. Теперь диктат кредиторов остался в прошлом, заявил лидер партии Сириза Алексис Ципрос. Следует отметить, что левые радикалы впервые победили на выборах в Греции. Владимир Путин в своей поздравительной телеграмме выразил уверенность, что Россия и Греция продолжат наращивать традиционно конструктивное сотрудничество во всех областях и будут эффективно взаимодействовать в решении актуальных европейских и мировых проблем. Президент России пожелал Ципросу успехов в ответственной государственной должности в нынешних непростых условиях. Мы же желаем нашим соотечественникам перемен к лучшему и надеемся на укрепление отношений и сохранение всех связей, которые на протяжении долгого времени были выстроены между Россией и Грецией, а в частности между Ладой и Тавридой. После воссоединения Крыма с Россией полуострову стали уделять огромное внимание как греки нашей страны, так и соотечественники самой Греции. Специальный корреспондент афинского журнала «Эпикера» Яни Семеонидис приехал в республику, чтобы познакомиться с представителями греческой общины, а также наладить межкультурные связи. Ситуация, которая год назад выстроилась вокруг Крыма, привлекла всю мировую общественность. Кто-то поддерживал выбор жителей полуострова, кто-то осуждал. Но всех интересует, как сегодня себя ощущают крымчане в новых условиях. Яни Семеонидис приехал в Крым больше не как журналист, а как наш соотечественник. Янис отметил, что простой народ Греции живо интересуется жизнью греков диаспоры там, где существует эллинизм, в том числе и жизнью греков Крыма. Но официальная Греция всегда относилась к грекам за рубеже не всегда доброжелательно. Воспринимала греческую диаспору как нечто чужеземное. Это огромная проблема, над которой следует серьезно работать в том, что создание связано между греками диаспорой и нашей исторической родины. «Τα σωματεία, οι σύλλογοι, οι οποίοι είναι αξιέπαινοι και φυσικά αξίζουν πολλά μπράβο στους ανθρώπους οι οποίοι τα δημιουργούν, τα συντηρούν, τα αναπτύσσουν, θα έπρεπε να βρίσκονται κάτω από την αιγίδα της ελληνικής πολιτείας. Να βοηθάει περισσότερο, όχι μόνο οικονομικά ή υλικοτεχνικά, να βοηθάει και όσον αφορά την ψυχολογική, την ηθική υποστήριξη. Δηλαδή, δεν θα ήταν κακό, για παράδειγμα, να επισκεπτόταν την Κρυμαία κάποιος Έλληνας επίσημος υπουργός, υφυπουργός, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου, κάθε τόσο. Να βλέπει από κοντά πώς ζουν οι άνθρωποι εδώ πέρα, ποια είναι τα προβλήματά τους, τι μπορεί να κάνει για να μάθουν περισσότεροι Έλληνες και παιδιά Ελλήνων της Κρυμαίας να μάθουν τα ελληνικά, να μάθουν τις παραδόσεις, τα αίθη, τα έθιμα και να επιστρέψει πίσω στην πατρίδα και να πει και στους υπόλοιπους ότι, κοιτάξτε, έχουμε και ένα ελληνισμό στην Κρυμαία, οπουδήποτε άλλο στην οικουμένη, που αγωνίζεται, μοχθεί και διατηρεί τον ελληνισμό ζωντανό σε όλο τον κόσμο. Γρέκοι Κρύμα, σπρίσουσοι в нашему менталитету гостеприимствам, не только δружелюбно встретили Γιάννηса, но и сами активно задавали массу вопросов, касающихся жизни современной Греции, в том числе, поднималась στιγμή взаимоотношений Греции с Россией. Αυτό που ξέρω, πάντως, και μπορώ να πω, είναι ότι τα αισθήματα του ελληνικού λαού ήταν πάντα διαχρονικά φιλορωσικά, δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, νιώθει μια ταύτιση με τη Ρωσία, γιατί μας συνδέει η Ορθοδοξία, μας συνθέουν και παραδόσεις, μας συνθέουν ακόμα και ιστορικοί αγώνες. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές επαναστάσεις, και πριν από το 1821, είχαν είτε την οικονομική, είτε την ηθική υποστήριξη, της Ρωσίας, και αυτό έχει περάσει από γενιά σε γενιά, και το βλέπουμε ακόμα και τώρα στους σύγχρονους Έλληνες, ότι νιώθουμε περισσότερο ανατολικοί φιλορώσοι, παρά πιο κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πασλαβάμ Ιάννησα, η φορά του Κρύμου είχε μόνο εντερεσμένη, αλλά και αυτοί πλανδοτβόρνη. Έχω επισκεφθεί φυσικά την Συφερόπολη, έχω δει την πόλη που είναι πολύ όμορφη, τους ανθρώπους της. Την Κυριακή επισκεφθήκαμε το Τσερνοπόλαι, το Καρατσόλ, όπως το λένε και κάτοικοι εκεί πέρα. Μίλησα με ανθρώπους, κυρίως γυναίκες, στρακιώτισες, οι οποίες είχαν πάρα πολλές συγκριτικές ιστορίες να μου διηγηθούν, όχι μόνο μου διηγήθηκαν, αλλά μου τραγούδησαν κιόλας. Φυσικά με φιλοξένησαν και τους είμαι υπόχρεος γι' αυτό. Πήγαμε σήμερα στον Πασκή Σαράι, όπου εκεί επισκεφθήκαμε το παλάτι. Μίλησα με τον Μιχαή Λιβανόφ, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολλά πράγματα και για την ιστορία του τόπου του, αλλά και γενικότερα για τον ελληνισμό της Κρυμαίας και όχι μόνο. Μου είπε πάρα πολλοί ενδιαφέροντα πράγματα που αφορούν τόσο την ιστορία όσο και το παρόν των ανθρώπων που ζουν, των ελληνικών οικογενειών που ζουν ακόμα στην περιοχή. Γυρνώντας πίσω στην πατρίδα, έχω πάρα πολλοί ενδιαφέροντα πράγματα να γράψω. Δεν ξέρω τι να πρωτογράψω και τι να αφήσω έξω από όλα αυτά που έχω ακούσει αυτές τις ημέρες, τα οποία είναι πραγματικά συγκινητικά. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Артемиус Вентурис Русос родился 15 июня 1946 года в Египетской Александрии в семье выходцев из Греции с богатыми музыкальными традициями. Его мать была певицей, а отец играл на классической гитаре. После Суэцкого кризиса его семья перебралась в Грецию. Русос рано начал заниматься музыкой и, будучи в школе, уже играл в кавер-группах. Сольная карьера Деми Сарусоса, несмотря на необычный высокий тембр голоса, начиналась трудно. Первый его самостоятельный сингл «Wishel Dance» сначала прошел незамеченным. И только неутомимая гастрольная деятельность сделала его известным не только среди поклонников рок-музыки. Он не стеснялся перепевать свои хиты на разных языках. И такой подход обеспечил ему популярность во всей Европе, в Латинской Америке и даже в Японии. Субтитры создавал DimaTorzok Демис Русос пользовался немалой любовью и в Советском Союзе. Он еще в 70-х стал одним из тех немногих артистов, кого советская филомоническая цензура пропускала через железный занавес. Каждое выступление Русоса становилось настоящим праздником. Его пластинки выпускала фирма «Мелодия», и их можно было встретить в каждой второй домашней фонотеке. Субтитры создавал DimaTorzok Не потерял Русос своей популярности и в новые времена. Его регулярные концерты в Москве и Петербурге неизменно собирали аншлаги. И в этом году в марте певец планировал выступить в России с большим концертом, приуроченным к 50-летию творческой деятельности. За всю свою жизнь певец продал более 60 миллионов копий альбомов во всем мире. Уход из жизни великого грека стал огромной потерей для всей мировой общественности. В этот день, когда не стало величины мировой музыки Демиса Русоса, греки Крыма скорбят вместе со всем миром. Из жизни ушел непревзойденный мастер, человек, каждый день которого был посвящен музыкальному искусству. Его неповторимая музыка навсегда оставила след в истории мирового искусства. Но самое важное, что он оставил нам себя, частицу своей души в своих наполненных песнях, в которых он для нас всегда жив. Его музыка бесконечна, как бесконечная сила его огромного таланта. Председатель региональной национально-культурной автономии греков Республики Крым Таврида Иван Шоус. Я был лично знаком с Демисом Русосом. Он был гениальным человеком, человеком-легендой. Своим творчеством он обогатил мировую культуру. Его песни знали и любили. Его особый дар исполнения наполнял теплотой и любовью сердца миллионов людей из разных стран и континентов. Мы будем всегда вспоминать о нем с глубоким уважением и любовью, так как нам повезло, что такой талантливый человек жил в одно время с нами. От имени всех греков стран бывшего СССР и от себя лично я выражаю искренние соболезнования семье этого великого человека. Вечная память Демису Русосу. Координатор САЕ периферии стран бывшего СССР Президент Федеральной национальной культурной автономии греков России Иван Савидий. САЕ ПОНБИТЕЛЬОНИЕ САССР Президент Федеральной национальной культурной автономии греков России Президент Федеральной национальной культурной автономии греков России На этом наша передача завершается. А мы желаем вам доброй недели и до встречи в крымском эфире. САЕ ПОНБИТЕЛЬОНИЕ САССР